Мэр Магадана Юрий Гришан провел несколько выездных совещаний на разных точках города. С руководителями профильных ведомств глава муниципалитета сделал рабочий объезд проблемных адресов областного центра. Просьбы о помощи поступили от граждан в ходе прямой линии и во время личного приема. Юрий Гришан совместно со специалистами Горсвета и Сатека посетил лесной переулок. Одна из жительниц частного сектора обратила внимание мэра на то, что в этом районе недостаточно наружного освещения и есть сложности с проездом. В период таяния снега и затяжных дождей на этой улице возникают проблемы с водоотведением. Участники встречи на месте рассмотрели возможные варианты установки фонарей. Мы рассматривали, почему? Можно пойти не с той стороны, а с этой стороны пойти. С той стороны от первого мальчика. Глава города поручил департаменту Сатек подсыпать проезд грунтом и выполнить его профилирование с учетом водоотведения. В этом году исполнилось ровно 25 лет со дня открытия великого монумента «Маска скорби», который создали скульптор Эрнст Неизвестный в сотрудничестве с архитектором Камилем Казаевым. За это время памятник подвергался различным погодным испытаниям – разрушения бетонных конструкций и выветривания основных деталей памятника. Поэтому администрация города приняла решение заключить контракт, согласно которому проведут реставрацию «Маски скорби», а также благоустройство прилегающей территории. Сейчас здесь работает подрядная организация из Санкт-Петербурга. И несмотря на то, что в данный момент идут общестроительные работы, они также относятся и к реставрационным. Поэтому у подрядчика имеются все необходимые лицензии. Наша задача до конца лета полностью запетонировать все дорожки, ступени, восстановить поручни, заменить наружное освещение. Более того, подрядчик сообщил, что уже зачистили старую поверхность и подготовили под покрытие новым бетоном, а также расширили ступени. Следовательно, от графика они не отстают, поэтому к первому сентября все благостроительные работы на смотровых площадках должны закончиться. И только после этого подрядчики планируют приступать к реставрации монумента. Для комфортных работ в зимний период рабочие поставят тепляк, который предоставит с собой временное строительное сооружение вокруг объекта. Сейчас находимся на стадии разработки тех заданий, заданий дали изыскания. Предварительно показывают, что с фундаментом тоже есть проблемы, нужно будет заниматься. Ну и вот в течение года мы должны будем маску привести в первозданный вид. 30 октября в России отмечают День памяти жертв политических репрессий. В этот день вспоминают людей, которые были необоснованно подвергнуты репрессиям. Отправлены в исправительные трудовые лагеря, всылки или вовсе лишены жизни. По словам градоначальника, в этом году жители и гости города смогут почтить память о безвинных жертвах уже на новых и полностью благоустроенных смотровых площадках на территории маски скорби. Территорию парка «Маяк» так полюбившуюся магаданцам расширят. Вторая очередь включит в себя смотровую площадку, зону отдыха и дополнительную парковку. Подрядчик – та же компания, что и строила первую очередь. Также отремонтируют прибрежную зону вдоль улицы Приморской в рамках программы формирования комфортной городской среды. Как отмечают специалисты, объект должны сдать в срок. Что касается сроков, я думаю, что, даже я не думаю, я уверен, что мы до 1 ноября, как в контракте прописано, работы все закончим. 1 ноября все думают, вот мороз, до нас там практически не останется на этот период мокрых работ. Там останутся монтажные работы по всевозможным игровым элементам, которые придут, как покупные изделия из других регионов страны. И нам останется только смонтировать, равно как и опоры освещения и так далее. Ну, такая же ситуация была и с первой очереди у парка «Маяк». И мы открывали, помните, был мороз, да, все вычислили, был фейерверк, был НР на сцене, на амфитеатре. И думаю, что здесь тоже сделали. Сейчас парк «Маяк» разбит на несколько зон. Террасы, площадки для катания на роликах и скейтбордах, детские комплексы и амфитеатр вместительностью 350 человек. Напомним, правительство России выделило более 15,5 миллиардов рублей на социальное развитие центров экономического роста в ДВФО. 30 миллиардов рублей дополнительно выделило правительство Российской Федерации на ремонт автомобильных дорог. Эта программа действует в 84 регионах нашей страны. Благодаря ей в стране отремонтируют не менее 2000 километров автомобильных дорог. Магаданская область получит на ремонт дорожной сети 355 миллионов рублей. За счет федеральных средств отремонтируют региональные, муниципальные и местные дороги. Все они должны соответствовать современным требованиям, быть безопасными для водителей и пешеходов, отмечают специалисты. Согласно постановлению правительства, средства поступят в Росавтодор, который должен в течение месяца заключить соглашение о межбюджетных трансфертах с регионами. Напомним, с предложением выделить дополнительные средства регионам на ремонт дорог, президент Владимир Путин выступил на съезде Единой России. Глава государства подчеркнул, что средства в объеме 30 миллиардов рублей нужно направить в субъекты как можно быстрее. В Магадане завершили расследование об обороте наркотиков. 33-летний местный житель незаконно пересылал запрещенные вещества, а также сбывал их. Кроме того, данные статьи Уголовного кодекса подразумевают обвинения группы лиц по предварительному сговору, избыта в особо крупных размерах. По версии следствия, с июня по август 2019 года обвиняемый договорился со своим знакомым из Санкт-Петербурга о доставке в Магадан крупной партии наркотиков. Согласно распределенным ролям, зломущенники в период с августа 2019 по август 2020 года приобрели и организовали пересылку в Магадан в смеси наркотических средств и психотропных веществ общей массой более 4 килограмм, что является особо крупным размером. Наркотики они хранили в одном из гаражей в областном центре для последующего сбыта на территории области. Противоправная деятельность группы была выявлена и задокументирована сотрудниками управления ФСБ России по Магаданской области, а наркотические средства изъяты следователями регионального управления СКР 13 августа 2020 года в ходе проведения осмотра места происшествия гаражного бокса. В результате совместной работы оперативники и следователи пресекли попытку реализации в регионе крупной партии запрещенных веществ. Такой объем наркотических и психотропных препаратов оценивают на черном рынке в более чем 10 миллионов рублей. Один из фигурантов дела, проживающих в Санкт-Петербурге, находится в розыске. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Магаданец, обвиняемый в совершении двух особо тяжких преступлений, содержится в следственном изоляторе. Дело по нему направлено в суд. Подводная лодка «Магадан» вышла в Балтийское море для ходовых испытаний. Это проводится для того, чтобы проверить соответствие реальных параметров судно-спецификации контракту, а также надежность работы оборудования. Сообщается, что испытания продлятся 20 дней. До этого специалисты подразделений и подрядных организаций уже проверили большую часть навигационной системы корабля, гидроакустический комплекс, общекорабельные системы, комплекс связи, системы управления и комплексы торпедно-ракетного вооружения. «Магадан» – третья подводная лодка серии, строящейся на Адмиралтейских верфях для Тихоокеанского флота Российской Федерации. Она была спущена на воду 26 марта 2021 года в высокой степени готовности. Теперь неработающие пенсионеры-северяне смогут отправиться на отдых без документа, подтверждающего цель поездки. Для того, чтобы получить талоны, нужно лишь подать заявление в пенсионный фонд. 26 июня в силу вступило постановление РФ, согласно которому предъявлять какие-либо документы не нужно, если человек уезжает в санаторий, профилакторий, на туристическую базу и другое. Раньше при обращении пенсионеров ПФР за талонами такие документы были обязательны. Постановление, отмечают специалисты, упростит эту процедуру. Обменять талоны на билеты до столицы и обратно можно в офисах собственных продаж компании «Аэрофлот». Колымчан приглашают принять участие в международной премии «Мы вместе». Цель ее проведения – развитие культуры взаимопомощи и поддержка лидеров социальных изменений, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. Данная премия реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Также она является продолжением общероссийской акции «Мы вместе», в ходе которой помощь в пандемию получила более 6 миллионов человек. Премия «Мы вместе» состоит из четырех треков – «Медиа», «Бизнес», «Волонтеры» и «Международная». Заявки могут подавать физические лица старше 14 лет и представители юридических организаций старше 18 лет. Для того, чтобы принять участие в этом проекте, нужно подать заявку на официальном сайте premia.movmesti.rf до 5 июля.